Не секрет, что дорожные знаки, светофоры и остановки часто страдают от, в буквальном смысле, наездов малоопытных и нетрезвых водителей. Редкими нельзя назвать и случаи спонтанного вандализма пешеходов. А восстановление, ремонт и замена данных объектов связаны с существенными тратами, которые несет администрация города. Одна платка маленькая, в районе 25-30, а сгорает полностью весь контроллер. Вот, представьте, там на каждый канал своя платка. Здесь вот 7-6 каналов. Фактов повреждения электронных систем и нарушения целостности конструкции объектов дорожно-транспортного хозяйства за последнее время выявлено немало. Хотя внешний вид тех же остановок чаще портят бесчисленные объявления, рекламные листовки и грубые надписи. Буквально только недавно его отремонтировали. Видите, уже расписали его и весь поломали. Также здесь было название остановки. Тоже куда-то унесли. Самые проблемные у нас в принципе все. Старые остановки, которые металлические, которые деревянные, к ним как-то не так. От которых поставили новые, которые лицо города, как говорится. Их ломают. За последнее время в городе было установлено 28 автобусных павильонов, в том числе облегченного типа. Изготовление и установка одной остановки обходится в 30 тысяч рублей. Сумма ремонта варьирует от 1 до 30 тысяч рублей, при необходимости полной ее замены. В соответствии с муниципальным контрактом на содержание знакового светофорного хозяйства и автобусных павильонов на территории города Бузулука, на год заложена сумма 2 миллиона 550 тысяч рублей. На содержании находится 1900 дорожных знаков, 29 светофорных объектов и порядка 140 автобусных павильонов. На текущий момент из заложенных средств освоен 1 миллион 300 тысяч рублей. Данные ремонтно-восстановительные работы проводятся по мере необходимости. Кроме того, ведется установка новых объектов дорожно-транспортного хозяйства. Задача какая? Непосредственно. В первую очередь установить автобусные павильоны там, где их нет. Добавим, администрация города обращается к населению с убедительной просьбой бережнее относиться к муниципальному имуществу и не допускать вандализма.